Призывы вернуть улицы Назарбаева прежнее название «Эсперанто» снова зазвучали в Казани на фоне новогодних беспорядков и протестов в Казахстане. Все подробности в нашем сюжете. Улица, находящаяся на границе Вахитовского и Пригорского районов Казани, получила название «Эсперанто» в 1927 году. Произошло это по инициативе местных эсперантистов, участников кружка по изучению искусственного языка, созданного в конце XIX века. В конце 40-х улицу переименовали в честь революционера Андрея Жданова. Однако на закате советской власти в 1988 году вновь вернули ей прежнее звучное название, которое просуществовало без малого 30 лет. В июне 2015 года жители Казанской улицы «Эсперанто» внезапно проснулись на улице Нурсултана Назарбаева. Городские власти, рискуя нарваться на непонимающее население, решили изменить таблички на домах глубокой ночью. Однако понимание и одобрение со стороны населения они не получили. И вот 6,5 лет спустя на фоне мятежа в Казахстане снова разгорелись, казалось бы, уже утихшие страсти вокруг улицы. Жителям Казани Леонидом Ивановым была написана петиция о переименовании улицы Назарбаева в «Эсперанто». Даже если ничего не изменится, по крайней мере, ситуация с переименованием будет зафиксирована и останется в памяти людей. Люди, которые переименовывают исторические городские улицы, не обладают памятью. Видимо, у них какие-то другие интересы, связанные, возможно, с зарабатыванием денег или с карьерой. Те, с кем я говорю, в том числе представители власти, все понимают и осознают, но ничего поделать не могут. Люди до сих пор называют улицу «Эсперанто». А в официальных документах она носит название Назарбаева. Так и называется «Назарбаева-эсперанто». В свою очередь, автор телеграм-канала «Биг Бофф Гуру» Альберт Биг Бофф решил немного охладить пыл сторонников переименования. Некоторые люди принимают решение за других. Это касается прямо и непосредственно именно людей, проживающих на этой улице. А на них падают издержки. Им надо в регистрационных документах носить изменения. Кто-то по прописке вносит изменения. Куча работающих фирм. Все-таки улица Назарбаева – это не маленькая, коротенькая улица из одного-двух домов. И тут еще второй момент есть уже в отношении самого Назарбаева. Сам Назарбаев сейчас неизвестно, где находится. И что с ним? До сих пор совершенно непонятно, что там произошло с этими переименованиями. Я считаю преждевременным. В любом случае, мнения жителей улицы Назарбаева, судя по всему, могут разделиться. Надежда Мещерякова, Александр Кузнецов, Универньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова